всем привет так сегодня продолжение видео о шопинге в секонд-хенде сегодня будут примерки я вам показываю что я купила я только сохранял интригу за все все старался вот не знаю как это получится но во всяком случае я надеюсь что вам будет интересно и давайте без долгих рассказов рассуждений перейдем к делу значит первая вещь которая на мне не свитер свитер мой значит первая вещь которая на мне это юбка которую я купила уже на выходе на самом выходе когда я уже как бы шла к дверям и вдруг я обнаружила что такая приятная симпатичная расцветочка я потом вам сниму ее полный рост какой она выглядит это юбка фирмы эсприт я не знаю если у вас есть такой бренд у нас есть он достаточно не очень дорогой не очень дешевый но такой средний сегмент мне варялся в ней во-первых расцветка потому что как вы видите она такая черно-белая и очень-очень нейтральная подойдет очень много всему и мне понравился состав потому что в ней по моему 65 процентов шелк и 45 процентов котов хлопок что вообще прекрасный состав стоила она это до сих пор этикетка весит сейчас стоила на 8 долларов и она достаточно хорошим таком прекрасном состоянии в общем очень-очень универсальная юбка к ней можно много чего носить много чего надеть она достаточно расцветка такая у нее вполне себе что подойдет ко всему единственное что это размер нет размер вообще написано 38 или американский zero но я не думала потому что она мне чуть-чуть великовата ну совсем чуть-чуть ведь она сверху сделана здесь такой пояс широкий пришит и потом идет как бы складки раскрешенные не сильно она велика и я бы даже сказала что вообще практически не велика мне даже очень даже нравится такая знаете немножко свобода вот и вторая вещь которая на мне это бусы которые я потом вам поближе тоже покажу сниму которые вы видели я их там вертела крутила и значит черные такие с немножко с таким вид тем прозрачным дисками в общем тоже покажу вам ближе отошла немножко подальше чтобы показать вам юбку меня потом я сниму в полный рост и может быть спущусь в боку картинка или потом вам покажу как это выглядит она такая колена чуть-чуть ниже колена в ну нормальная длина хорошая хороший состав хорошая ширина хорошая цена хороший бренд в общем все прекрасно вторая вещь это куртка вы тоже не увидели я ее примеряла кстати я снимала момент как когда я ее нашла и он мне почему-то не записался дело то что у них там был целый целый ряд целая вешалка с натуральными шубами куртками кожи в общем я долго это снимала прикалывалась по поводу этих шуб там из какого-то писали бог из кого и такие знаете там были всякие старомодные куртки ну как старомодные такие знаете с большими плечами косухи которые в принципе сейчас по-моему снова вошли в моду вот эти плечи потом была потрясающая совершенно такая дубленка тоже вот то что вот прошлой зимой было страшно модно такая именно старомодная дубленка прекрасном состоянии коричневая замша белый белый этот мех внизу в общем я это все снимала 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 потом я нашла эту куртку долго тоже ее снимала и все это не записалась у меня ну в общем я на что-то не на то нажала короче получился у меня не получилась у меня запись значит куртка это бренда northern reflection первый раз слышу она новая она с этикеткой вот эта этикетка от и тут вот всякие эти вот кнопки прилагаются к ней значит еще в мешочке в магазине она стоила 99 долларов я за нее заплатила 35 и сейчас я вам ее надену вот так она выглядит у нее здесь застежки кнопки я купила ее за абсолютно бесподобный цвет потому что это писк сезона этот цвет и даже если не считаю что это писк сезона мне она страшно потому что она действительно ну цвет потрясающий красивый цвет и в общем она мне по-моему она мне по размеру подходит хороша маленькая небольшая ну я не думаю что я буду носить ее застегнутой мне кажется тоже растернутой лучше потом я купила вот такое платье она тоже видите новая этикетка здесь и это платье халат запахом если вы помните если вы знаете изобретательница вот таких вот платьев запахом даян фон форстенбург долго ты не нравилась чтобы это выиграть мне трудно трудно это сказать она у нее есть такое знаете айконик платье которое вот было вот именно вот очень очень похожей расцветки и очень похожего фасона и я найду тоже пущу картинку и я когда его увидела я как бы решила что мне его надо взять потому что потому что это платье очень похоже на платье от даян фон форстенбург опять старательно выговариваю страшно не выговариваю фамилия кстати интереснейшая женщина я вам хочу сказать если у вас будет возможность найти ее историю как бы откуда она взялась кто она дизайнер одежды американский нью-йоркский и да по-моему она живет в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе я не уверена ну в общем очень интересная женщина интересная история в общем поищите ну короче говоря вот эти вот ее платья известные которые собственно она изобрела платье запахом и вот один из ее самых известных платьев имеет вот такой вот очень похожий расцвет значит это платье бренд называется атитюд и какой-то коллаборация с джей мануэл мэнюэл я тоже прогуглала это джей мэнюэл это канадский телеведущий дизайнер там модный блогер или что такое в общем я никогда не слышала вот здесь вот на этикетке есть его фотография ну в общем такой дядечка крашеный блонд волосы косят под лагерфельда по-моему я потом тоже пущу фотографию здесь знаете такой пиджак галстук темные очки белые волосы в общем ну короче ну да стоило оно 17,50 выглядит оно вот так я вам потом померю в принципе мне эта расцветка нравится даже без того что это как бы закус под известное платье ну в общем вот это платье я купила и дальше я нашла два кашемировых свитера я ходила когда по магазину снимала я вам там жаловалась что в прошлый раз когда я снимала в этом же магазине я нашла два я там нашла много кашемира и все такое а в этот раз ничего подобного ну и вот когда я уже уходила я вот нашла их я не знаю как ты их не заметила значит оба они бренда Lord & Taylor это ну американский бренд довольно известный такой не дешевый я бы сказала вот оба свитера 100% кашемир оба свитера размер large чему я рада они довольно так свободно мне сидят один такой бежевый совершенно классический ну минималистичный я бы сказала свитер который ко всему подойдет и в общем с брюками с юбками его можно носить а второй такой очень красивый расцветки я кстати купила недавно такой же если вы смотрели мою распаковку Uniclo я купила очень похожий свитер 100% если не смотрели то посмотрите вот этот очень похожий цвет это я не знаю что мне делать сейчас потому что это кашемир и в общем не знаю короче похожий расцветки он немножко другой тот короткий этот подлиннее люблю этот цвет в общем и они оба в прекрасном совершенно состоянии никаких катышек никаких ничего абсолютно они абсолютно как новые и оба стоят 13 каждый по 13 долларов 12.99 и и Из-за одежды, это моя последняя покупка, я еще там купила межутерию. Вот этот костюм не получился, не сдался. Это костюм фирмы Ralph Lauren, у него очень хороший стафф, вот этот верх, не то криптэшин, не то, в общем, что-то натуральное. Короче, это юбка и такая грузочка. Стоило это 24 доллара вместе, как костюм. Мне это нравится, понимаете, ну как бы горошек, оборочки на юбке, все это такое мимимишное. Короче, я увидела, схватила. С дурной головой своей, не посмотрела, что это размер small. Или посмотрела, но как-то не обратила на это внимание. И если честно, я не очень знаю своего размера Ralph Lauren. Мне казалось, что у них довольно большие размеры, но вот оказалось нет. Короче, в общем, я его верить даже не буду, потому что он мне ужасно мал, просто очень мал. И я его, конечно, отнесу назад. Вот, ну, очень симпатичный такой, такой девочкой-девочкой мимимишный. В общем, все, как я люблю, горошек, оборочки. Маловато. Не знаю, как это я. Горошек, видимо, залю мне глазами. И я размер даже не представляю. Горошек, Ralph Lauren, вот это все сочетание. Размер, я, по-моему, даже не посмотрела. Так, теперь бижутерия, цацки, побрякушки. Вы видели, я, когда снимала, я вам там крутила кое-какие вещи, в том числе вот эти бусы, которые на мне. Следующие бусы, это вот эти вот. Я тоже вам сейчас, я сняла их поближе, я вам покажу. Значит, большие такие этнические бусы с такой медалью. Красно-синий цвет. Да, красно-синий, но с золотом. Очень такие, знаете, необычные, этнические. Я, не знаю, я люблю такие вещи, я люблю необычные вещи, которые, как бы, вот, никогда не выйдут из моды. Потому что, в принципе, такие, такие бусы или это кулон, я не знаю, как. Живели. Всегда можно будет носить. Потому что вообще они вне моды. Это, как бы, этническая тема, она всегда в моде. И всегда, как бы, это не тренд. Ну, вот, не знаю, с чего они сделаны, стоили они 10 долларов. Довольно тяжелые такие, но не знаю. Может быть, тяжелые благодаря тому, что много на них всего висит. Ну, в общем, это первая моя покупка. Следующие бусы, это вот эти вот. Это бирюза, насколько я понимаю. Причем, насколько я понимаю, бирюза везде. Вот эти осколки, вот эти вот маленькие квадратики, вот эти бусины здесь. Стоили они тоже 10 долларов. Ну, опять же, камни никогда не выходят из моды. Может быть, фасон у них не самый модный, не самый современный. Но я вам покажу, с чем я их хочу носить и как я их хочу носить. В принципе, любые несовременные бусы, любую несовременную бижутерию всегда можно так обыграть, чтобы она выглядела современно. Смотря, с чем ее носить. В общем, да любую вещь можно так носить. Любую несовременную, как бы, не трендовую, не модную вещь можно так носить, что она будет выглядеть современно. На мой взгляд. Вот такие вот бусы бирюзовые. Еще одни бусы я купила Я думаю, что это малахит Может быть нет, но очень похожи Вот такие вот зеленые камни С золотыми такими маленькими бусинками внутри Они тоже тяжелые, холодные Ну вот знаете, такое ощущение Потом у них где-то такие надколы есть Что в общем говорит о том, что это камень и пластик Стоили они 6 долларов Тоже, может быть они не очень актуальны Не очень современного фасона Но опять же я вам покажу, как я их ношу И вы поймете, что все их можно стилизовать красиво и современно В общем, ну так я надеюсь, во всяком случае Что я их стилизую современно Еще одни бусы Вы, конечно, их видели, я вам их показывала Значит, у них очень-очень много цветов Тут же волосы от примера Они тоже, видите, значит Что у них за цвета здесь Это такой бордово-сиреневый Желтый-зеленый-красный Тоже металлические Вот эти вот бусины между цветными А я тоже не знаю, с чего они сделаны Если честно, очень трудно сказать Я их там стучала, прощупывала Чуть на зуб не трогала Не брала, не жевала Стоили они тоже, по-моему, 10 долларов Да Мне нравятся они Я их люблю Люблю такие вещи Необычные Тоже немножко этнические Немножко такие сумасшедшие Знаете, и в принципе Я покажу вам, как я их ношу Ну как, собственно, я их буду носить без ничего Я их не буду ни с чем сочетать Потому что они большие Разноцветные, самодостаточные бусы Которые больше ничего не нужно И я хочу вам сказать Что я вот их купила И у меня в голове был образ Если вы знакомы Есть такая дама Живет она тоже в Нью-Йорке Ее зовут Ирис Апфель Она у меня в Инстаграме Я смотрю за ней Ну и вообще я давно знаю про нее Ей 97 лет Она была дизайнером интерьеров Потом она стала фэшн-дизайнером Она модель Она участвует в рекламе Ее стиль не подражает Я тоже пущу несколько картинок сейчас И вы поймете Что вот эти вот То, что я вам примеряла И показывала Сочетание нескольких бусов Это как бы я была Инспиред Значит, Ирис Апфель Я в восторге от нее Она потрясающая женщина 97 лет У нее столько сил и энергии Она настолько не похожа ни на кого Она настолько отличается От всех остальных У нее свой стиль И я как бы Понимаете, человек умудрился Одеваясь Как в принципе Городская сумасшедшая Сделать из этого Свою фишку Свой как бы Какой-то стиль Которым восторгаются И восхищаются люди Во всем мире То есть Ну, потрясающий человек Тоже очень интересная история Если вы Сможете Прогуглать И посмотреть Ее историю Ее жизни Она До сих пор Бомжет в Нью-Йорке Потрясающая женщина В общем, дай бог нам всем 97 лет Иметь силы Энергию И выглядеть так Как выглядит она И иметь смелость Одеваться так Как одевается она И носить все эти украшения Она, по-моему, и дизайнер украшений Сейчас тоже Да, по-моему, мне есть свой бренд Я не уверена Ну, в общем Вот это вот сочетание Много буст разноцветных Разных и всяких Я почерпнула от нее Я, конечно, не могу так Носить вещи, как носит она Вот это вот украшение Вижутерию Потому что, конечно, это надо Иметь фэшн-смелость И вообще, как бы, я Работаю в таком месте Что меня не поймут Если я приду в 15 бусах Разного цвета Вся грудь в них И вот эти браслеты у нее Которые она носит Отсюда до локтя Ну, в общем Короче, посмотрите Поинтересуется Очень интересная женщина Я думаю, что многие из вас ее знают И пошли брошки Я купила три брошки Я вам сейчас расскажу И в брошках у меня возникло Я всегда любила брошки Но как-то, знаете, брошки Особенно не в ходу Мне за окном лает собака Если вы слышите лать Не обращайте внимания Я наткнулась на несколько видео Девочек, которые покупают на ebay Старинные украшения Старинный лом Или целые украшения Или такой вот, знаете, вот в мешках лом Где они ковыряются И находят там сокровища совершенные Я наткнулась на одно видео Потом на второе и стала в захлебах смотреть Потому что, знаете, это медитация Вот человек открывает коробку И достает из нее всякие там побрякушки И они такие пыльные, грязные Она их протирает, значит, мокрой бумажкой И вдруг это начинает все блестеть, сверкать И потом оказывается, что это брошь Какого-то очень известного Допустим, американского Или европейского ювелирного дома Ну, это бижутерия Это, ну, как бы, не золото-бриллианты А бижутерия Но бижутерия, которая очень дорого стоит И там, допустим, я видела одну распаковку Она в кучу вот совершенно какого-то хлама Нашла бусы Yves Saint Laurent Потрясающие там 50-60-х годов Которые там стоят 1000 долларов Ну, в общем, это так интересно Это просто захватывающий детектив Короче говоря, я влюбилась в броши Потому что эти девочки распаковывают Очень часто это броши Потому что те годы 50-60-е броши были очень популярны Сейчас тоже они то входят, то выходят Ну, в общем, тогда это был вот настоящий тренд Настоящий фетиш И все носили броши разные, всякие И очень много в этих распаковках есть броши красивых Я глядя на все на это У меня появилась такая страшная любовь к брошкам И я, значит, вот увидев там Вот это все, что я там увидела Я купила себе три броши Одно это вот этот вот Вот эту ойф-розу Прямо я показывала Это брошка пин Она здесь просто игла И вот эта вот Она сделана из какого-то, знаете Совершенно тончайшего пластика Который вот залит чем-то Не знаю, какой-то Не знаю, разумняюсь сказать Она совершенно потрясающе красивая Она совершенно как натуральная Натуральная роза Это одно И две остальные брошечки Одна вот такая вот Голубой бантик блестящий Не блестящая, а с камушками И с эмалью И третья тоже брошь Тоже голубая Как-то мне показать, чтобы было видно Видите, вот такая вот Тоже эмаль В середине камушки Кристаллики Суть по всему сваровские Они так переливаются Слушайте, что возможно, что это кристаллы сваровские Я не знаю Стоили они все Ой, они все стоили по-разному Я не помню Вот это было совсем Роза была совсем дешевая Доллара три Эти, по-моему, стоили долларов По пять Шесть Вот эта, по-моему, была дорога Я уже сейчас не помню У меня там этикетка осталась Где-то в общем Не знаю Не скажу Вот И все Да, кажется, все Ну вот, реброшки Куча бус Два свитера Две юбки Костюм, который мне не подошел Куртка Два мешка Все, девочки Вот это вот Мои покупки в секонд-хенд Моя добыча Надеюсь, что вам понравилось Надеюсь, что вам было интересно Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Смотрите мои видео Я всем очень рада И очень благодарна За просмотры За лайки И за комментарии Увидимся в следующем видео Совсем скоро Пока-пока-бай